Шалом из Израиля и Святой Земли! Все дружно говорят шалом! Друзья, мы приветствуем вас! Мы находимся в прекрасном месте. Прекрасная панорама Галилейского, Генесарецкого или Тивериадского озера за нашими спинами. Это в черте Десятиградия. И написано, что из Десятиградия за Иисусом Христом ходило множество народа. Итак, Тивериада в той стороне, вот если вы видите, это сзади. Мы только что приехали из Тивериады. Мы находимся на той холмистной местности, из которой Иисус Христос произнес свою знаменитую Нагорную проповедь. Это исторически говорит церковь, что это именно в этом месте. И поэтому, смотрите, увидев народ, он взошел на гору. И когда сел, приступили к ними ученики его. И он, отвергший уста свои, учил их, говоря. И Христос преподал величайшее учение. А если мир говорил, по сегодняшний момент мир говорит, блажены те, кто сильные, блажены те, кто крутые, блажены те, кто навороченные, блажены и счастливы те, кто богатые. Смотрите, что Христос говорит. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Вы знаете, мы даже с детства знаем этот перечень блаженств. Даже ребенку с молоком матери, те, которые воспитаны в христианских семьях, те, которые взрослые на христианских традициях, прививают это учение о блаженстве. А затем второй вид блаженства. Блажены плачущие, ибо они утешатся. Пастор Юрий, ты знаешь, правильный перевод говорит, блажены плачущие, ибо они восмеются. Я лично исследовал это. Блажены плачущие, ибо они восмеются. Утешатся в русском лексиконе, но утешатся. Но восмеются это что-то другое. Поэтому хороший урок отсюда, хороший пример отсюда. Если вы плачете, восмеетесь. Во имя Господа Иисуса Христа, ибо народ сказал Аминь. Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Блажены алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Блажены милостивые, ибо они помилованы будут. Блажены чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Восьмой стих в нашем переводе синодальном говорит, ибо они Бога узрят. Но правильный перевод, я тоже исследовал, говорит, ибо они Бога видят. Ибо они Бога видят. Уже чистым сердцем человек гарантия то, что ты видишь Бога. То есть затем блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Десятый стих. И, Алекс, это вопрос к тебе. Блажены изгнанные за правду, ибо их есть в Царстве Небесное. Это тебе. Шалом Святой Горы. Я Нагорную проповедь читал, наверное, когда мне было 5 или 6 лет, я уже читал Нагорную проповедь Иисуса Христа. Я никогда не думал, что я буду стоять на этом месте, где Христос произнес 10 блаженств. Я настолько рад, впрочем, как и все члены нашей команды, очень рады, находясь на Святой Земле, тем более возле Галилейского моря. Чудесный климат, чудесная природа замечательна на душах наших и в сердцах наших. Блаженство означает высшая степень счастья. Блаженство – это хорошо, а счастье – это высшая степень счастья. И, отвечая, Юрий, на твой вопрос, блаженны изгнанные за правду, я хочу сказать, что когда Христос стоял на этой возвышенности, Он смотрел далеко вперед. Он смотрел вперед на 2000 лет. Вообще, для Бога нет прошлого, настоящего, будущего. Господь всегда видит, что было 6000 лет назад, и что будет 1000 лет и дальше. Поэтому я хочу сегодня сказать, что первый праведник на земле, который был гоним за правду, это был Авель от руки своего брата Каина. И блаженны изгнанные за правду, правда, праведность, он уже был первый праведник. И за это был он уже гоним от своего брата. Дальше, если мы вспоминаем Иосифа, Иосиф тоже был гоним. Клевета – это самая основная причина, почему он попал в темницу. И если мы читаем 11 главу к евреям, я насчитал там где-то 17 или 18 героев, которых гнали во все века. И я хочу сегодня, находясь на этой горе, вспомнить, когда Христос говорил «блаженны изгнанные за правду», прежде всего Он начинал с себя. Почему? Потому что когда Он стоял перед Пилатом, мы были пару дней назад в Иерусалиме, на тех местах, и когда Он стоял перед Пилатом, то Пилат, если вы помните, спросил, что есть истина? А почему Христос молчал? Почему Он не ответил? Потому что перед Пилатом стояла сама истина, а истину не надо защищать, доказывать. Перед Пилатом стояла истина. И, говоря дальше, Христос имел в виду многих-многих узников, праведников, которые будут гонимы за правду, в том числе и в Советском Союзе. И отец, один из тех тысяч или миллионов, который, так сказать, тоже попал в те мрачные места земли, как мы читаем в одном месте Библии, мрачные места земли, он отсидел пять лет. И когда он уже в Америке написал свою книгу, автобиографическую книгу, он ее назвал «блаженны изгнанные за правду». Это настолько ему понравилось. И когда я приеду, расскажу, папа, я был, мы были на той горе, где Христос сказал о заглаве вашей книги. Я думаю, он обозрадуется. Несомненно, несомненно. Поэтому, говоря, возвращаясь к этому месту, я хочу сказать, что Христос назвал блаженными те тысячи братьев и сестер, которые сидели в вузах за Слово Божие в бывшем Советском Союзе. Вы свет, затем Христос говорит, вы свет миру, вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Итак, досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. А, Тамара, ну почему мы должны быть светом? Ниже Христос говорит, мы должны быть солью. Вы соль мира, земли, да. Почему мы должны быть солью? Почему мы должны быть светом? Ну, во-первых, для тех, кто готовит пищу, знает, что без соли пища, во-первых, невкусна, а во-вторых, она быстрее приходит порча. Поэтому, я думаю, то, что имел в виду Иисус, когда говорил, что вы свет миру, и вы соль земли, потому что мы, христиане, мы должны просто осолять, мы должны делать землю лучше, мы должны освещать все темные уголки, места земли. И поэтому вот именно вот это имел, и я так верю, что Иисус имел в виду, что церковь, она должна делать землю лучшей. Несомненно, несомненно. Друзья, смотрите, Христос, здесь несколько глав, вы прекрасно знаете, Нагорная проповедь, учение, оно включает в себя пятую, шестую и седьмую главы Евангелиста Матфея. Смотрите, я говорю вам, любите врагов, благословляйте проклинающих, благотворите ненавидащих, молитесь за обижающих, гонящих. Алекс, что это за учение такое? Ну, это полное противоречие системе и взглядов этого мира. Молитесь за обижающих, ну, разве не надо гнать обижающих? Разве не надо стрелять в этого, в агрессора? Ну, Христос совершенно вспять повернул, ну, мысли человека. Поэтому, вот, как ты понимаешь, вот как мы должны интерпретировать это для сегодняшнего дня, то есть с позиции христианина сегодняшнего дня? Во-первых, это является характер Господа нашего Иисуса Христа. Это характеристика нашего Господа Иисуса Христа и другого быть не может. Если раньше Господь говорил зуб за зуб, око за око, сегодня Господь все строит абсолютно на любви. И весь принцип Нового Завета, это весь он выстроен на любви. И Христос имел в виду, если мы дальше читаем, мы везде видим вот эту четкую красную нить по всему Писанию, что вы должны пребывать в любви. А любовь, она не завидует, а любовь покрывает множество грехов. Поэтому, смотря на этот мир, вот мы находимся здесь, в этом месте, здесь порой можно проявить свое негодование к некоторым людям на почве религиозной, скажем так, потому что до того так намного все так выражено в религиозной форме. Но мы, как христиане, мы должны проявлять свою любовь, молиться за этих людей. Слово Божие говорит, что мы должны молить Господа о том, чтобы открылись глаза. И вот это, наверное, самая главная деталь, которую Господь имел в виду. Открыть глаза. Господь пришел открыть глаза. И можно проявлять себя в любой форме, скажем, по отношению к людям, окружающих нас. Вот мы сегодня видим очень много паломников, туристов сюда приезжает, которые где-то в какой-то религиозной форме себя проявляют, да, по отношению к тем же самым святым местам, как мы их называем. Но Христос говорит, любовь, любовь покрывает множество грехов. Любовь, она покрывает этих людей. Может быть, они где-то на пути к Господу, вот мы сейчас наблюдаем, они идут здесь, чуть ли не падают на колени, склоняются, где-то плачут, где-то там проявляют по-своему. Христос говорит, любите, молитесь, открывайте свои сердца к этим людям, приходите к ним с любовью. И тогда любовь, она абсолютно все изменяет. Поэтому молиться за врагов, молиться за тех людей, которые, ну, в нашем смысле, ну, так вот, как бы, вызывают на себя какое-то негодование. Все любовь покрывает. Поэтому вот, что имел Христос в виду. Здорово. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, закрой дверь твою, и Бог, видящий тайны, воздать тебе явно. Дело в том, что настолько глубокая мысль, пастыр Юрий, ты же, когда молишься, войди в комнату твою. То есть, в другие комнаты лазить, в другие комнаты, Христос не рекомендует. Во время молитвы лазить по чужим клоузетам, тем более, по чужим бедрумам, по чужим ливинрумам, или балконам, то, ну, Христос просто запрещает. Войди в комнату твою. То есть, если нужна твоя молитва Богу, эта молитва должна быть по вертикали, но не по горизонтали. То есть, ты должен сосредоточен быть в своей комнате. Сосредоточен, если ты ищешь что-то у Бога, просишь что-то у Бога, молишь что-то у Бога, вопиешь что-то к Богу. То есть ты должен сконцентрированный быть в твоей комнате. Не блуждать мыслями, не блуждать глазами, не блуждать руками. То есть быть сосредоточенным. А почему затем Христос говорит, закрыть дверь твою? Знаете, мы с удовольствием чужие двери закрываем. Роман, мы закрываем чужие двери. Но это еще одна мысль глубокая. Если мы не закроем нашу дверь за нами, вслед в мою комнату будет врываться бизнес, будет врываться то, что утром меня было, будет врываться с кем я поскандалил, с кем я поссорился. Поэтому как только зашел в комнату твою для молитвы, сразу запирай дверь на семь замков. Потому что дьявол, что, что он подбросит в твою комнату через открытые двери, он все подбросит. Сколько билов недоплаченных, кто тебя обидел вчера, сколько, только мы редко помним, сколько мы кому что должны, конечно. А кто нам сколько должен, это мы четко помним. И теряется связь с Богом. Вот почему Христос сказал, и дверь закрой твою, и Бог видящий тайной воздашься явной. Здесь же, пастор Юрий, было произносено учение о молитве «Отче наш». Давайте произнесем эту молитву. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Но это еще не аминь, мы продолжаем. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Представьте себе, что на фоне, на этой панораме, имея такой сзади ландшафт природы, Христос говорит, посмотрите, посмотрите, какая красота. Да разве Бог, Бог, который создал это, здесь он говорит, Соломон во всей своей славе не одевался, так как и каждая из них, показывая на птицы небесные. Говорит, а вы больше, чем эти птицы или соловьи, вы больше, или лилии. Не заботьтесь, что вам есть, во что одеться. Не заботьтесь, что пить. Потому что всего этого ищут язычники. Ищите же прежде всего Царствие Божие и правды Его, то есть Его праведности, так как ты говорил. И это все приложится вам. Представляете? Поэтому, друзья, мы... Не судите, да не судимы. И здесь и оканчивается эта проповедь, не на Илеонской, на горе блаженств. Всякого, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Позвольте нам вместе с нашей командой задать вопрос, прямо в телеобъектив. На чем построен твой дом? На скале ли? На песке ли? То есть это просто прямо в телеобъектив вопрос. Вопрос на злобу дня. О, вопрос очень серьезный. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, потому что падение его было весьма великое. А всякий, кто слушает слова мои и исполняет, уподоблю мужу, то есть уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь. И я перечислял это. Благоразумный муж, это тот, который построил дом свой на камне. И пошли воды. И подули ветры. И налегли на дом тот, и он устоял, потому что основан был на камне. Камнем является Иисус Христос. Кто является сегодня твоим камнем? Почему, Роман, вот аналогия, почему аналогия о том, что Иисус Христос скала наша, Иисус Христос прибежище, твердое основание. Почему она столь важна сегодня для человека, даже для категории зрителей, которые не уверены, разочарованы. То есть все, что они строят, оно валится из рук. Все, что они по-украински говорят, буду, оно ломается. Почему столь важно иметь такую скалу, такое твердое основание? Люди мира этого строят на различных основаниях. Кто-то строит свое основание на том, сколько у него на счету лежат банки. Кто-то строит свое основание на том, какое у него состояние. Но, как Писание говорит о том, что подуют ветры, и это строение не устоит. Только то стоит, которое основано на камне, на основе веков, на Иисусе Христе. Поэтому мы, опять-таки, обращаясь в экраны, прямо в телекамеру, говорим о том, что, друзья, сегодня к вам вопрос тот же самый. Я хочу задать, на ком основании вы строите? Если вы хотите, чтобы ваше строение устояло, строите на скале веков, которой является Иисус Христос. Александр Блинов благословенный муж нами также. Христос здесь же, с этого места, произнес. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Александр, ну разве недостаточно крестного знамения? Разве недостаточно его крестика иметь на груди? То есть, разве недостаточно раз в неделю, или раз в месяц, или раз на Пасху отметиться в церковной книге и поставить свечку? Разве это недостаточно? Да, так написано, что всякий, исполняющий волю Божью, но всякий, исполняющий волю Божью. Я именно искренне верю в то, что воля Божья, она заключается в том, Бог хочет, чтобы мы Его просто знали, таким, какой Он есть на самом деле. Именно таким, каким открывает Его Слово Божье. И Писание говорит, что Иисус говорит, что никто не может прийти к Отцу Небесному, как только через Меня, через вот это Слово. И мы порой кидаемся там что-то делать для Бога, но основного не можем понять, что именно это не раз мысль высвечивается в Слове Божьем, что именно в первую очередь Бог призывает каждого человека к тесному общению с Ним. И только познавая Его через Слово, через отношения с Ним, мы только тогда начинаем понимать Бога и Его волю о нас именно такая, какая она есть на самом деле. И только тогда мы можем двигаться с Богом в одну ногу. Здорово, здорово. То есть, другими словами, что мы можем словами просто, словами, можем, Господи, Господи, какой-то период мы можем проехать. На какой-то период оно пройдет, Господи, Господи. Но когда приходит серьезное испытание, когда приходят такие моменты, когда одного слова недостаточно, то есть тут мы должны прибегать уже к чему-то более серьезному, чем просто слово. Мы должны иметь твердую веру, мы должны иметь твердое упование, мы должны иметь твердое дерзновение, что тот, который во мне, тот, с кем я есть, тот, кто живет во мне, кому я принадлежу, это жизнь моя, это все для меня, это твердыня моя, как Роман говорит, это скала моя, это прибежище мое, это щит мой. То есть, в этом случае, если Бог на моей стороне, я люблю говорить, тогда действительно все могу говорить, укрепляющий меня, Господи Иисусе. Все могу, укрепляющий меня, Господи Иисусе, если я знаю Его, а Он знает меня, если я Его, а Он мой. Только в этом случае мы можем все преодолевшее устоять, мы можем остаться непоколебимы, мы можем остаться тверды, мы можем держать лицо свое, как кремень, и никогда не останемся в стыде. То есть, надо не просто говорить, но надо поступать по слову. Вот почему Христос сказал, не говорящий только Господи, Господи, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А в чем заключается воля Отца Его Небесного? Это ты верно подметил? Воля Отца Небесного – это делать дела Господни, это жить по слову Его, это исполнять заповеди Его, это жить святой, богоугодной жизнью. Вот что исполнение воли Отца Небесного. Написано, дабы воля, то есть освящение, то есть освящение наше, совершенно верно. Поэтому, друзья, через что ты сегодня проходишь? Мы сейчас будем молиться, и у нас есть на сердце совершить за тебя молитву. Знаете, ряд из вас находитесь в долинах, ряд находитесь в слезах. Может, сегодня то, что мы перечисляли, видит блаженство – это для тебя, блажены кроткие, блажены плачущие, не отчаивайся, не ослабевай. Слово блаженство – это макариус, то есть это действительно, это счастье, но не такое счастье, как мы понимаем. В переводе с греческого – это что-то более емкое, что-то более глубокое. Поэтому, друзья, может, ты сегодня и знан за правду, может, и преследуем просто гарантия того, что Бог с тобой, Бог не забыл тебя, Бог не уснул, Бог не занят чем-то сверхважными делами. Если Он сказал это, будет вам Царство Небесное. Если Он сказал – утешишься, или вас смеетесь, блажены, ибо не утешатся, ибо вы вас смеетесь. То есть это нормально, естественно, когда после долины приходит гора, то есть наступают горы. Вот как мы видим, едем по долине, затем гора. Правда? Бывает. Это нормально, это естественно. Это нормально, что мы можем видеть свет в конце тоннеля. Это правильно. То есть твои слезы Христос утрет с твоих глаз во имя Господа Иисуса Христа. В твоей долине, плача, там есть Господь, там есть Иисус Христос. Если ты нищий духом, Он обогатит тебя, ты уже богат. Достаточно нищеты Его, чтобы быть богатым. И этого богатства, которое в твоей нищете Бог дал тебе, его достаточно, чтобы всех обогатить, всех насытить, всех переполнить во имя Господа Иисуса Христа. Поэтому мы совершим молитву. Пастырь Юрий Коновалов, он совершит молитву, как служитель, благословит вас. Поэтому, пожалуйста, все, что у тебя на сердце, в молитве. А мы соединимся в молитве. Мы прострем руки с этого прекрасного места. Мы просто благословим вас, призывая имя Господа Иисуса. Аминь. Прежде чем мы скажем молитву за вас, пред Господом, я хотел бы, чтобы мы мысленно представили, кто сюда приходил слушать эту Нагорную проповедь. Ученики. Ученики, да, они были в команде. Но народ обездоленный, разрушенный. Мария Магдалина, которая в городе Мэгдэл мы проезжали, там была. Она была падшей женщиной. И большинство людей приходили своими земными проблемами. Кто-то кричал, Иисус, скажи моему брату, пусть отдаст счастье менее. То есть они были озабочены всем этим суетным, земным миром. И когда они приходили, они думали, что Иисус вот сейчас скажет брату, и брат вернет долг. Что сейчас вот еще что-то произойдет. Но большинство своих проповедей нашего Учителя сказано о Небесном Царстве. И вот это 8 заповедей блаженств, которые были произнесены на этом месте, они как бы мысленно говорили этим страждущим, нуждающимся людям. Даже если вы здесь не будете богаты материально, там вы будете ходить на улицах с золотыми дорогами, да, из чистого золота. То есть он всегда фокусировал людей на вечность. И мы, когда сегодня будем молиться, мы не будем просить Бог, сделай кого-то миллионером или миллиардером. Потому что деньги не решают много проблем в жизни человеческой. Я хочу, чтобы мы молились, чтобы Царство Божье в проявлении явилось к вам, дорогие телезрители. И мы понимаем, что Иисус, Он действительно дал очень важную мудрость в своих проповедях, здесь, в Нагорной проповеди. Он, первое, Он хотел, чтобы люди научились ходить перед Богом. Он говорил, когда ты зайдешь в тайне, Отец мой, который в тайне, Он тебя видит. Не переживай, если ты живешь для Его славы, Он воздаст тебе. И Он хотел, чтобы у людей был не вот этот религиозный подход, как мы видели в Иерусалиме, среди религиозных людей. Да, они головы отворачивают, да, они что-то делают. Но Христос однажды сказал, вот приближаются люди, которые чтут Меня языком, а сердцем своим далеки от Меня. И мы будем молиться сегодня, чтобы ваше сердце было близко к сердцу Бога. И чтобы эта земля вас особо не держала, потому что есть намного лучше, есть небесный город Иерусалим, где обитает правда, где Христос, сам Христос, солнце и исцеление в Его лучах. И будем молиться, чтобы Бог благословил ваши судьбы, семьи, дома, ваших детей и все, что вам надо, пусть свершится во славу имени Господа. Дорогой небесный Отец, мы приходим в этой молитве за наших телезрителей, за наших братьев и сестер, Господь. На руках ходатайственной молитвы приносим их нужды, просьбы к Тебе. Ты тот, который может сделать чудо. Господь, но мы молимся, чтобы каждый из наших телезрителей имел личные отношения с Тобою, всемогущий Бог. Потому что так, как Ты утешишь, никто не может утешить. Так, как Ты благословишь, никто не может благословить. Так, как Ты сохранишь, никто не может сохранить. Дай нашим братьям и сестрам по всему лицу земли познать Твою любовь, отцовскую любовь, чтобы ушли все страхи, переживания и связаны с земным суетным миром, но чтобы их сердце прилепилось к небесам. И чтобы, живя на земле, они уже были гражданами неба. Мы благословляем вас, драгоценные братья и сестры, телезрители канала «Импакт». Бог любит вас. Он может сделать все. И доверяйте Ему, потому что те люди, которые сюда пришли, они пришли не от хорошей жизни, но они ушли уже совершенно другими. Иисус им дал настоящий фокус, который они держали на протяжении своей земной жизни. Этот фокус был направлен в небесное царство любви и славы Божьей. Да, это здорово. Поэтому с этого места... И знаете мы, что дружно, обратившись к вам, мы попросим вас что-то. А знаете что? Наберите ваших соседей, ваших родственников в разных штатах, в разных городах, в разных странах и говорите, обязательно включай «Импакт». Просто повинуйтесь во имя Господа Иисуса. Я позволю на себя взять такую смелость, убедительно просто попросить вас вместе со служителями, давайте смотреть «Импакт». И говорите так, что идут прекрасные репортажи из Израиля, идут молитвы, возносятся молитву к престолу Бога Отца и Сына о нуждах. Включай «Импакт». Включай «Импакт». Поэтому просто, Роман, почему столь важно? Почему, ну, как ты думаешь, почему важно, чтобы принимали зрителей не какую-то, ну, как мы говорим, ерунду, не то, что разрушает мир человека, бессонные ночи дает. Это не что-то, от чего потом головная боль, боевиков насмотрелся, каких-то глупостей насмотрелся, каких-то мыльных опер напитался. Но почему то, что влияет позитивно, то, что созидает личность, формирует характер человека? Почему столь важно, вот мы обращаемся, мы договорились обратиться к зрителям и сказать, слушайте, друзья мои, будьте с «Импактом», стойте рядом с «Импактом», смотрите, молитесь за «Импакт». Ну, я думаю, само слово «Импакт», оно включает в себя очень глубокую мысль. «Импакт» в переводе означает «влияние». И как раз-таки программа «Импакт» и телевидение «Импакт», она производит приятное и полезное влияние на телезрителя. И потом я еще раз хотел сказать о том, что действительно с телеканала «Импакт» производится правильное влияние на душу человека. И потом вы смотрите телеканал «Импакт». И знаете что, снова обращение, это произошло сегодня утром. Вы будете, возможно, смотреть эту программу в повторе. Трагедия, очень серьезная катастрофа. Мы уехали из Иерусалима. И в тот же день, то есть на следующий день утром, было убито четыре еврея в синагоге арабами и несколько покалеченных, то есть прям ножами или топорами. Прям топорами зарубили евреев. Представляете, что, друзья, это на наших глазах. Кто мог бы подумать, что мы будем свидетелями, очевидцами того, что происходит. Поэтому, когда мы обращались к вам и обращаемся к вам, что месяц ноябрь – это месяц специальной молитвы в церкви о Израиле, об Иерусалиме. О том, чтобы… О храмовой горе. О храмовой горе тоже. Пусть мы говорим о том, чтобы храма гора перешла к истинным владельцам, то есть к евреям. Но все, что мы можем, это просто молиться, а все остальное пусть Господь делает. Помните, просить мира Иерусалиму. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Не отчаивайтесь снова, не ослабевайте и не унывайте. Блажены плачущие, ибо вас смеетесь вы. Будьте благословены. Со святой земли будьте благословены. Шалом. Шалом. Наша следующая остановка – это река Ярдан. Мы рады приветствовать со святой земли. Пастор Юрий Коновалов. Шалом, дорогие друзья. Приветствую. Итак, мы видим за нашими спинами, дорогие мои, что-то происходит. Принимают крещение в белых одеждах. Кто-то восстанавливает отношения с Богом. Кто-то по несколько раз принимает крещение. То есть, ну, я даже, пастор, не считаю это грехом, если вот люди благоговейно по несколько раз возобновляют свои обеты перед Господом, погружаясь и восставая с новыми обетами для новой жизни посвящения, перепосвящают свою жизнь Господу. То есть, это нормально. Итак, что это за место? Что именно здесь начало, то есть, было? Ну, Писание говорит в Матвея 3 главе, что во дни Иоанна Крестителя он приходит с пустыни Иудейской, и здесь, на Иордане, начинает проповедовать о приближении Мессии. То есть, он готовит путь к Господу. И интересно, что Бог дает ему такой авторитет, что из Иерусалима, из всей Иудеи, люди практически стекаются сюда, через раскаленную пустыню, 200 километров из Иерусалима, они идут сюда, чтобы принять крещение от Иоанна. И вот в 3 главе написано, что однажды, когда он был здесь, Иисус из Галилеи приходит к Иоанну креститься от него, и говорит такие потрясающие слова, «Должно исполнить нам всякую правду». И здесь происходит что-то очень интересное, на мой взгляд. Здесь впервые мы видим, как Божий Сын обнародован прилюдно над Израилем, Дух Святой спускается в виде голубя на Него, и глаз Отца, то есть триединство Бога, говорит «Сей Сын мой возлюбленный, на котором мое благоволение». Здесь потрясающее место, здесь люди заключают завет с Богом. В иудаизме был ритуал миквы, омовения. То есть многие люди, которые в завете с Богом, но где-то оступились, ошиблись, споткнулись, они приходили и они совершали омовение так же, чтобы продолжать личные отношения с Господом. Для нас, как для верующих людей, Иордан тоже очень символичен, потому что это как бы территория за Иорданом, мы как бы входим в обетованную землю до Иордана. Это как, знаете, вот у солдата, я был в армии, я понимаю, есть призыв, но он еще не принял присягу. Ему не дают автомат в руки, ему не позволительно делать какие-то вещи, но после присяги он становится полноценным членом армии. Так же само в армии Христа, когда человек без вгодного крещения, да, он может ходить в церковь, он может общаться с людьми, но заключив завет с Богом, погружаясь полностью с головой, не просто побрызгивание, а с головой в Иордан, это как прообраз смерти Иисуса, и как Христос воскрес из мертвых, так и каждый верующий воскрешает из мертвых, для того, чтобы жить праведной святой жизнью всю свою земную жизнь. Если с Божьей помощью мы попадем к черте Иерихона, там, где именно Иисус Навин, они тоже в тех пределах, они переходили Иордан. То есть это символ для израильского народа и для новозаветной церкви, символ, что с прежним, с прежним образом жизни, с прежней жизнью, с прежними интересами все покончено. И когда мы перешли Иордан, точно как израильский народ, когда ноги священников погрузились в Иордан, написано, реки Иордана, они остановились, раступились, и они прошли. То есть для нас это тоже своего рода черта. В жизни любого человека должна быть черта. То есть это процесс и период, и момент осмысливания, осмысливания своей жизни. И когда мы встречаемся с Богом, когда человек встречается с живым, с реальным Богом, наступает тот момент, когда мы совершаем покаяние. Мы говорим с прежним образом жизни, покончено, похоронено. Дальше жить так не хочу. Почему? Я перешел на другую сторону. Перейти Иордан, это перейти на другую сторону. Другой формат отношений. Другой формат отношений. Наши отношения углубляются с Богом по вертикали. Мы начинаем смотреть друг на друга по-новому, по горизонтали. То есть укрепляются наши отношения друг с другом. Поэтому, друзья мои, мы прямо с этого места. Мы посылаем вам слово благословения. Если для некоторых из вас вы еще в процессе ребуса, может в процессе каких-то загадок, может в процессе каких-то, может быть, на полпути, на раздорожье пути, идти ли за Богом или не идти за Богом, принимать ли решение твердости, служение Богу непоколебимости, ответственности или нет. Друзья, просто на расстоянии этого голоса со служителем церкви, пастором Юрием, мы просто убеждаем, мы просто просим вас, примиритесь с Богом. То есть придите к Нему по-серьезному, по-ответственному. То есть дальше жить так нельзя. Если ты примешь такое решение, прямо, может, глядя эту программу у Word и Иордана. Знаете, Бог незамедлительно, Он выйдет тебе навстречу. Он поможет тебе пройти Иордан. И твоя прежняя греховная плотская жизнь будет похоронена, образно выражаясь. Не многим из вас может надлежит посетить эти места. Некоторые будете принимать даже крещение здесь. Бог да благословит вас в этом. Но где бы ты ни был, в чем бы ты ни был, ты можешь начать служить Богу, Господь, там, где ты есть. Бог не обязательно здесь. Бог может проговорить в твоей комнате. Бог может проговорить в твоей судьбе. Бог проговорит в твоем одиночестве. Но начни служить Богу по-ответственному. Прямо сейчас. Прямо сегодня. Не завтра, не послезавтра. Перейди, Иордан, сегодня. И Бог поможет тебе в этом. На твоей стороне церковь. На твоей стороне служители. На твоей стороне Слово Божие. Дух Святой, написано, в виде голуба сошел, это великий прообраз, великий прообраз, что мы погружаемся не одни. Дух Святой просто помогает нам в этом. Дух Святой потом сопровождает нашу жизнь. Поэтому, друзья мои, мы любим вас. Пастор, благослови наших зрителей. Я вас благословляю. Вы знаете, когда Иисус принял здесь крещение, написано, Он был возведен Духом в пустыню. Но мы знаем, что Он прошел свою пустыню, Он победил дьявола, Он был серьезен в отношениях с Богом, и Его посвящение гарантировало Ему победу над всеми искушениями сатаны. Если вы крещены в Бога, если вы крещены в Его Царство, Дух Святой с вами, Он поможет вам пройти все ваши жизненные рубиконы и выйти победителями из всех ваших обстоятельств и ситуаций в судьбе. Поэтому из прекрасного места, территории реки Иордан, вашим территориям посылаем слово благословения, слово мира. Шалом вас. Будьте благословены. Благословены. А следующим местом остановки группы «Импакт» это стратегическое место, которое играет огромную роль, важную роль в жизни и в географии Израиля. Это голландские высоты. Поэтому мы приветствуем вас именно с этой территории. И за нашими спинами вы видите панораму, прекрасную панораму. Это сирийская территория. Мы находимся на... Это не нейтральная территория, это территория Израиля. А буферная зона или нейтральная территория это внизу, в низменных местах этой горы. Поэтому со мной пастор Юрий Коновалов. Пастор, приветствую тебя. Шалом. Здравствуйте, дорогие. Мы действительно потрясающее место посетили сегодня. Это гора Бенталь. Это одна из стратегических высот Израиля. Сейчас эта территория и эта гора в том числе принадлежит Израилю. Но здесь когда-то было серьезное столкновение из сирийских и израильских войск. Эту гору хотели взять, потому что она является стратегической. И тот, кто обладает высотами, он как бы обладает всей местностью в округе. И здесь мы видим дзоты. Здесь мы видим разные приспособления, чтобы удерживать высоту в случае военных действий. Прямо сегодня здесь мы слышим с Юрием Михайловичем разрывающиеся снаряды, которые сейчас во время войны используют пропрезидентские сирийские войска и как-то называемая оппозиция, да, Айсис. И очень, как бы, честно говоря, жутко даже. Здесь канонада. Здесь мы слышим канонаду. Автоматные или пулеметные очереди раздаются. Что интересно, пастор Юрий, что в 1948 году, в год становления или восстановления Израиля и его границ, голландские высоты, они не принадлежали практически и фактически территории Израиля. И это был огромный минус. И только лишь когда я чуть-чуть вник в экскурс истории, я понял, что для Израиля отсутствие голландских высот, это было смерти подобно. 100%. Совершенно. Почему? Потому что с голландских высот прямо идет прямой выход, во-первых, к Галилейскому морю, или Генесарецкому, Тивериадскому, там, где мы вчера с вами были, друзья. И также это стратегическое место, с которого можно обстреливать практически до сотен миль расстояния отсюда. Десятиградия, о котором мы говорили, да, это город Тверия. Если владеть голландскими высотами, это, по сути, можно наносить удары любыми даже средней дальностью ракетами и уничтожать. Поэтому израильтяне приняли в 1967 году очень важное решение. Они еще дальше продвинулись на территорию и все-таки оставили за собой подконтрольность этой горы. Поэтому, как бы, постоянным вопросом, скажем так, или разменной монетой в переговорах между Сирией и Израилем всегда упоминаются голландские высоты. Сириане говорят, отдайте нам эти высоты, мы не будем никогда нападать на вас. Но израильтяне мудрые люди, они говорят, ребят, давайте, лучше будет у нас находиться под нашим контролем. Мы на вас точно не нападем. Да, мы вас точно не будем трогать. У вас есть внутренние враги, что мы сейчас видим. Самое интересное, что в Библии, однажды я читал место, что Дамаск перестанет существовать как город. И казалось... Дамаск, прошу прощения, это 60 километров отсюда. Мы видим, кстати, пригороды Дамаска. Если внимательно посмотреть, если видеооператоры вам покажут эту картинку, то, по сути, это уже пригороды Дамаска. Отсюда мы можем видеть эти границы. И это настолько близко. И знаете, что еще очень интересно, я хотел бы эту тему затронуть. В книге «Деяния святых апостолов» упоминается Дамаск. Помните, по дороге в Дамаск шел один инквизитор по имени... Павел. Павел, да. Ну, тогда он еще был Савлом, да, его еще не переименовали. Но, знаете, на самом деле он шел почему? Потому что там была большая мессианско-еврейская община. Там были христиане, которых он шел, чтобы казнить, сажать в тюрьме и вести на показательную смерть, может быть, в Иерусалим, показать своим собратьям-фарисеям, что он исполнил задание. Написано, что он сам выпросил, насколько у него была ревность по Богу, как он считал, чтобы искоренить эту новообразовавшуюся секту христиан, последователей Христа, Иисуса Христа. И он выпросил, он шел по дороге в Дамаск. Может быть, вот здесь, где-то рядышком, плюс-минус 5 километров, сам Господь встретился с Павлом и спросил, Павел, что ты гонишь меня? И мы знаем эту историю. Да, совершенно верно. Но этим историях голландских высот не оканчивается, потому что спустя, после 67 лет, спустя 5 лет, в 72-м году, здесь начались новые баталии. Тогда, как в тот момент, на тот шаббат, в тот период, когда все было спокойно, израильтяне, воины, солдаты, израильская армия, она ушла на шаббат по домам, оставили здесь маленький гарнизон, насколько я слышал, внимательно слушал историю, остались буквально 5-7 человек. И воспользовались этим сирийцы, сирияне, снова воспользовались. И они двинулись снова для того, чтобы взять реванш и отвоевать эти высоты. Что же произошло дальше, пастор? Ну, во-первых, это был Йом-Кипур. Это праздники израильского народа, которые очень сильно ждут в Израиле. Потому что именно в Йом-Кипур однажды в году священник заходил во Святое Святых, произнося молитву за весь Израиль. То есть это день искупления Израиля. И евреи очень трепетно относятся к Йом-Кипуру. Это самый, скажем так, важный религиозный праздник в году, когда решается судьба. Будет ли человек продолжать следующий год жизни на этой земле. И в этот очень стратегический момент, это праздник судного дня, была очередная атака или очередное испытание на недавно сформировавшееся государство Израиль, которое не существовало в 2000 лет. И вдруг за один день народ стал воистину обладателем этой земли. Мы знаем, это день 15, по-моему, если мне не изменяет память, мая 1948 года, когда была принята резолюция Организации Объединенных Наций. И это считается, как бы, день рождения государства Израиль. И, знаете, на эту независимость посягали соседи, арабские страны, мусульманские страны. И они объявили войну с 1948 года, с момента образования государства Израиль. И, кстати говоря, до сих пор, до сегодняшнего дня, военное положение в Израиле еще никто не отменял. Израиль находится в постоянной войне. Ну, и, пастор, действительно, как ты говоришь, куда глазом не кинь черте Иерусалима, и за пределами, даже в Тель-Авиве. Мы везде видим молодежь, мужчины и женщины. 18 лет исполняется, автомат в руки. И для них это, естественно, нормальное явление. Идешь в магазины, садишься в автобус, едешь в такси, везде много. То, что нас впервые удивляло, когда мы только попадали впервые на израильскую территорию, очень много женщин и молодых девушек защищают свою родину с автоматом, с оружием в руках. Всеобщая военная обязанность и у девушек, и у парней. Единственная разница, ребята, парни служат 3 года, девушке 2 года. Вот мой племянник, они живут здесь, он отслужил в армии, племянница уже год, как служит в армии. Вот недавно в этой поездке мы встречались. То есть, ну, как бы, это стиль жизни. Это действительно, ну, я вижу здесь как прообраз для христиан, которым Иисус сказал всегда молиться, бодрствовать, не расслабляться, потому что противник, наш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Если сатана видит вооруженного, экипированного, бодрствующего солдата армии Христа, с такими людьми дьявол не будет сражаться. Но если кто-то отошел от Бога, оставил свой духовный автомат, молитву, пост, благовестие, то это живая добыча, да, такая легкая добыча для сатаны. Я вижу здесь много аналогий. Но благодаря вот такому стилю жизни Израиль продолжает быть самой, скажем так, сильной армией здесь, на Ближнем Востоке. И для нас это как подсказка, да? Молитесь, бодрствуйте. Совершенно верно. Я вспоминаю, находясь здесь на высоте, я вспоминаю историю израильского народа, который, это были, это, 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 это когда израильский народ вел войны свои с сириянами. И однажды израильтяне побили, то есть разгромили сирийское войско, и собрали свои начальники сирийские, и говорят, мы понесли поражение по той простой причине, что Бог Израиля есть Бог гор. Но если мы сойдемся с ними в равнине или в долине, мы верно, верно, несомненно, одолеем их. То есть, и тогда Господь посылает пророка, одного из пророков говорит, за то, что они сказали, что Бог есть, только Бог гор, а не Бог долин, я поражу и предам сириян ваши руки. То есть, в этом тоже глубокий, великий смысл, что Бог, которому мы служим, это не только Бог голландских высот, это не только Бог гор, но также Бог и долин. Это прекрасно. Даже вспоминается, проходя долиной смертной тени, не убою зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Поэтому осознание и понимание мысли, что наш Бог, это не только Бог высот, не только Бог гор. Когда мы на высоте, когда мы на горе, когда все улыбается, когда все клеится, когда все складывается, когда все хлопают, когда все нам улыбаются. Нет. Мы можем оказаться в долине, мы можем оказаться на равнине и можем сомневаться, есть ли Бог со мной, потому что над головой тучи, может дождливый день, может духовная неудача, семейные неурядицы, финансовые какие-то катаклизмы, потрясения, какие-то неустройства жизненные, может быть родственные, может быть социальные, может быть любого рода формы и проявлений. Но я хочу просто во имя Иисуса Христа с этих голландских высот ободрить вас, что наш Бог, ваш Бог, твой Бог, это не только Бог гор, это Бог долин, Он в долине видит тебя, Он в долине плача видит тебя также, Он в долине уничижения видит тебя, Он в долине смирения видит тебя, Он в долине одиночества видит тебя во имя Господа Иисуса Христа. Поэтому из голландских высот мы рады приветствовать вас, благословлять вас. Но и снова же, снова же, в этой короткой пятиминутке мы хотим призвать вас молиться за Израиль, молиться за мир Иерусалима, молиться за территориальную целостность, совершенно верно, за территорию Храмовой горы. Это то воззвание, которое мы делаем на протяжении последнего месяца, несколько недель, для того, чтобы Храмовая гора перешла в собственность израильского народа. И во имя Иисуса Христа, да будет действительно великое благословение в ваших домах, благословляем. Мы любим вас, оставайтесь с нами на импакте. Будьте благословены. Шалом вам, друзья. Аминь.